С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Они учатся два года. Они властелины небес. Выходим на старт. Даю высоту полета 360. Наши жизни в их руках. Пилоты. А что, если пилот не понимает, что делает? Он повернул так и нырнул носом вниз. Самолет разбился об воду, все погибли. Ошибки пилотов приводили к самым серьезным катастрофам в истории авиации. Увы, он неправильно действовал в данной ситуации. Стремление уменьшить ошибки пилотов стало большой задачей авиации. Десятки миллионов фунтов брошены на эту проблему. Философия аэробусов такова. Возможен самолет стойкий против пилотов. Не зайдем ли мы далеко, избавляясь от ошибок пилотов? Вдруг такие разработки приведут к другим катастрофам? Авиакатастрофы. Совершенно секретно. Ошибка пилота. Кантас – самая надежная авиалиния в мире. Ни один из ее крупных самолетов не попадал в аварии. Но осенью 2008-го эта репутация повисла на волоске. Рейс Кантас номер 72 из Сингапура в Перд. Это аэробус А330, один из современнейших самолетов в мире. Его экипаж оснащен новейшей технологией, которая делает полет безопаснее. На борту свыше 300 путешественников. И вот с приближением к австралийскому побережью самолет неожиданно выполняет ряд странных и опасных маневров. Сначала он поднимается еще на 60 метров. Затем вдруг опускается на 200. Что это? Что делает самолет? Пилоты без понятия о том, что происходит. Самолет действует по своему усмотрению. Затем это повторяется снова. Без одобрения пилотов он снижается еще на 120 метров. Спустя минуты испуганный капитан посылает сигнал бедствия «Мэйдэй». «Мэйдэй! Мэйдэй! Кантас-72!» Жизнь 315 человек висит на волоске. Сможет ли пилот спасти ситуацию? Печальная ирония состоит в том, что компьютерная система управления самолетом должна была избавить от обычных причин крушений – ошибок пилотов. Насколько серьезной может быть проблема ошибок пилотов, британцы смогли увидеть зимой 1989 года. Рейс «Бритиш Мидлэнд-92» выполнял рутинный перелет в Белфорст. Самолет новой, 400-й серии «Боингов-737». Командир – 43-летний капитан Кевин Хант, один из самых опытных пилотов компании. Первый помощник – 39-летний Дэвид Маклелланд. Взлетели нормально. Но через 13 минут полета, почти на крейсерской высоте, происходит хлопок. Пассажиры, ничего не поняв, в испуге озираются. Хант и Маклелланд сразу подозревают, что взорвался один из двух двигателей. Записывающее устройство фиксирует вопрос Ханта, о каком двигателе речь. Какой из двух? Его первая реакция – обратиться к приборам самолета. Но приборы, сообщающие о неполадках с двигателем на 737-х, так называемая вибрационная инструментация, в то время прославились своей ненадежностью. Пилот им не верит. Когда в кабине потянуло дымком, Маклелланд полагается на свою общую осведомленность. А она говорит ему, что дым поступает через систему кондиционирования, которая в данном типе самолета связана правым двигателем. Согласно записи, Маклелланд принимает ясное решение. Это правый двигатель, нет сомнений. Отключаем правый. Хан сразу отключает правый двигатель. Толчки и вибрации прекращаются. В кабину возвращается спокойствие. Успокаиваются пассажиры. Но спустя минуты новый удар. Еще сильнее. И самолет снова охватывают вибрации. Затем возвращается зловещее спокойствие. В этот миг вздыхает левый двигатель. Рейс 92 полностью лишен мощности. Спустя секунды 400-тонный самолет врезается в землю. Авиакатастрофы. Конец первой части. Самолет со 118 пассажирами на борту разбился на шоссе М1 в Лестершие. Изначально предполагалось, что выживших будет немного. Эд Тримбл вел расследование крушения. Мистер Тримбл, Би-Би-Си, можно спросить? Извините. Многие в этом случае считали, что шансы на выживание в такой аварии ничтожны. Самолет приближался к земле со скоростью 100 узлов. Был резко остановлен столкновением. Можно предполагать, что величины ускорений были значительными. Однако всего 47 пассажиров погибли, а 71 выжил. Среди них и командир рейса Кевин Хант. Сначала его называли героем, хотя бы за спасение стольких людей. Но вскоре стали возникать различные вопросы. Мы получали сообщения свидетелей, они видели и слышали самолет при падении. Нам говорили, что левый двигатель был охвачен пламенем. Кто-то даже сказал, будто ты заглянул в печку. Пожар левого двигателя начался после первого хлопка, услышанного пассажирами. Это еще не было смертельным. Самолет вполне мог безопасно лететь и на одном двигателе. Но этого не случилось. И отсюда вопрос, что стало с правым двигателем. Правый двигатель тщательно осмотрели, и постепенно открылась страшная истина. Полный осмотр правого двигателя обнаружил, что в нем не было никаких проблем до падения на землю. Это в правом крыле, несомненно. Отключаю правый двигатель. И все же экипаж отключил именно правый двигатель. Зачем пилот отключил свой единственный работавший двигатель? Расследование столкнулось с классическим примером ошибки пилотов. Они просто не были знакомы со своим самолетом. Хант и Маклелланд не доверяли приборам, а доверились общим представлениям о самолетах 737, согласно которым дым мог исходить из правого двигателя. И поэтому они его отключили. Они не знали, что новая 400-я серия Боингов отличается от предшествующих. Воздушное кондиционирование выполняется обоими двигателями. Дым поступал от поврежденного левого двигателя, а не от идеально работавшего правого. Дэвид Лирмонд, пилот и авиажурналист. У обоих пилотов перед глазами была информация о вибрациях, точно говорившая, в чем именно проблема. Но поскольку они привыкли летать на 300-й серии, где вибрационные инструменты не были надежными, они пренебрегли показаниями этих приборов. Расследование раскрыло тревожащую правду. Оба пилота недостаточно знали самолет, которым управляли. Крушение было вызвано ошибкой пилотов. Хант был далеко не героем и был уволен. За этим крушением стояла гораздо большая проблема, усилившая их шансы на ошибку. С 80-х годов чуть ли не потоком стали возникать новые модели самолетов. Был период крупных разработок и огромных перемен в индустрии. Капитан Крис Кларк, пилот авиалиний и инструктор полетов. Пилоты столкнулись с большим количеством разнообразного оснащения, даже на самолетах одного типа. Ситуация словно нарочно толкала к ошибкам пилотов. Пилотам становилось все труднее поспевать за разнообразие моделей самолетов. Мог встретиться совершенно иной набор приборов или иная компьютерная система управления. Каждая новая версия лучше и надежнее своих предшественниц. Или она заполняет особую нишу на конкурирующих авиарынках. Кенгвардский случай оказался драматическим последствием этого развития. Хант и Маклеланд практически не были ознакомлены с новой 400-й серией Боингов. Компания предполагала, что при наличии у пилотов опыта на 300-й серии, их достаточно вкратце ознакомить с отличиями 400-й. Кенгвардский случай дал ясно понять. Пилоты нуждаются в систематическом переобучении, в избежании дальнейших ошибок подобного рода. И они стали больше времени уделять работе на высокореалистичных компьютерных имитаторах полета. Но несмотря на эти новые возможности, канал в середине полета у нас произошла поломка шасси. Авиаиндустрия недостаточно освоила уроки Кенгварда. Дело не просто в большей тренированности. Тренировка должна быть хорошей. Или возникнут неожиданные последствия, тоже смертоносные. Потребовался новый трагический инцидент, чтобы индустрия поняла, требуются большие усилия. Осень 2001-го. Рейс 587 American Air Flight стартует из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. Самолет летит в Доминиканскую республику. Многие пассажиры на борту направляются к родным или друзьям. Но почти сразу после взлета что-то происходит. Патрик Тухик, местный католический священник. Я заметил летящий самолет. Сейчас я понимаю, что он летел довольно низко. Он повернул вот так и нырнул носом в землю. Я сказал себе, «Господи, это же очень серьезно». Я еще подумал, как прекрасно смотрелся самолет в последние секунды жизни. Солнце светило прямо на него перед падением. American 587. Не слышу вашего сигнала. American 587. American 587. 265 человек погибли немедленно. Причем 5 человек на земле. Кристина Негрони. Журналистка, которая много писала об авиаиндустрии. Это было драматическое событие. Всего два месяца после 11 сентября. Поэтому сразу появились соображения, по заявлениям очевидцев и прочему, что самолет погиб от атаки террористов. Одно из худших происшествий в истории авиации в Америке. Люди, находившиеся в непосредственной близости, словно окаменели. Среди погибших был Хосе Лора. Студент. Его сестра с трудом может говорить об этом. Очень трудно жить с такой болью. Я не хочу даже видеть фотографию брата. Не хочу думать, что его больше нет с нами. Возглавлял расследование этого крушения Боб Бензон. Он столкнулся с необходимостью сразу давать ответы. Эта катастрофа случилась у всех на виду, в общественном месте. Было большое давление со стороны Нью-Йорка. И на первых пресс-конференциях мы всегда слышим один вопрос. Что произошло? В чем причина инцидента? И, конечно, ответить нечего. Поиск ответа всегда мешает масштаб случившегося опустошения. Почти ничего не осталось от самолета. Мои первые мысли относились к объему нашей работы. При подобных крушениях очень много информации дают сами обломки. К сожалению, в этом случае был огромный пожар. Самолет был полностью заправлен, когда он разбился. И у нас оказалось очень мало физических улик. Но была найдена одна весьма весомая улика. Элемент, относившийся к вертикальному стабилизатору, его нашли плавающим в заливе за милю от главного места крушения. Было бы странно, если террорист взорвал хвост самолета. И мы сразу стали думать, что речь о чем-то более сложном, чем атака террористов. Теперь дело возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте. Вся информация говорит в пользу того, что это несчастный случай. Но если так, то чем он был вызван? Авиакатастрофы. Конец второй части. Осень 2001-го. Рейс American Airlines взлетает из аэропорта Кеннеди. И почти сразу после взлета что-то происходит. Одно из наихудших крушений в истории авиации в Америке. Сначала подозрения падают на революционные методы конструирования аэробусов. Многие детали самолета сделаны из нового материала. Композиты на основе углеродных волокон. Композитные материалы — это уже отчасти будущее. Прочные и, главное, легкие. А в самолетном бизнесе вес — это деньги. Не случилось ли массивного разрушения этого революционно нового материала? Зазвучали тревожные колокольчики. Мы боялись за оставшийся флот аэробусов. Нет ли каких дефектов в других аэробусах? Если самолет построен из дефектных компонентов, не могут ли они начать падать сотнями с неба? Мы много времени изучали, тестировали прочность компонентов и хорошо ли их проектировали. Ультразвуковым сканером проверяли материал на скрытые волосяные трещины или дефекты. В отличие от металлов, дефекты и разрушения не видны простым глазом. Заново изучили конструкцию. Изучили другие аэробусы. И не нашли ничего, что объясняло бы причину разрушения хвоста. Все оказалось ложным следом. Конструкция была прочнее, чем даже предполагалось. Но если это не структурный дефект, то почему отвалился хвост самолета? В поисках новых зацепок следователи восстановили последние минуты жизни самолета. Их внимание привлек первый помощник, 43-летний Стэн Молин. Сам сын летчика, Молин, летал уже 10 лет. И все с American Airlines. American 587 к наземной службе Кеннеди. 31 слева от шасси Браво Джульет. В тот день, когда взлетал АА-587, им управлял Молин. Перед ним взлетел самолет японских авиарейсов. При взлете японского самолета его двигатели создали мощные воздушные вихри. Их называют также кильваторными вихрями. Кильваторные вихри, по сути, маленькие торнадо. И они возникают при взлете самолетов. Например, у кончиков крыльев. Эти вихри создают серьезные возмущения в воздухе. Если, скажем, малый самолет сразу следует за очень большим, он может получить механические повреждения. Так что последующие самолеты должны сохранять дистанцию. Это знают диспетчеры. И ожидается, что это знают все пилоты. Настолько сильны такие возмущения в воздухе. Но мог ли такой феномен, как кильваторная турбулентность, погубить рейс 587? В Национальном совете по безопасности на транспорте команда Бензена продолжала поиск ответов. Они изучали сильно пострадавшие черные ящики самолета в поисках ответов. Они превращали числовые данные в иллюстрации того, что могло случиться. Постепенно они восстановили последние минуты рейса 587 и везде приходилось думать об ошибках пилотов. Голосовой регистратор записал голос капитана. Здесь небольшая турбулентность? Молин отвечает. Да. И чтобы стабилизировать самолет, он берется за управление рулями. Это стандартная процедура стабилизации самолета в подобных условиях. Данные зафиксировали также особенную активность Молина. Сначала он резко дает руль вправо, затем влево. Он оперировал так агрессивно, что руль ходил между ограничителей. То есть максимально вправо и максимально влево. Четыре раза за семь с половиной секунд туда-сюда. Бэнг, 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 бэнг. Резкие движения привели к большой нагрузке на конструкцию самолета. Так или иначе, они стали слишком большими. Первый помощник дал нагрузку на вертикальный стабилизатор вдвое больше, чем тот мог по расчету выдержать. И стабилизатор сломался. Точки крепления разрушились. Хвост отлетел. И самолет ударился о землю. Неужели пилот в силах разрушить самолет, только манипулируя рулевым оперением? Выяснилось, что Airbus издавала специальные предупреждения относительно резкого реверса рулей. Но American Airlines не предупредила пилотов, что это может привести к разрушениям в конструкции. Напротив, при подготовке пилотов поощряют к энергичному обращению с рулем. Вывод печально ясен. 265 человек погибли в результате ошибки пилота. Молин просто не был достаточно подготовлен к полетам на аэробусе. У многих сторонних наблюдателей возник еще вопрос. Почему в столь загруженном аэропорте, как Кеннеди, где кильваторный след – обычная проблема, младшему пилоту, известному излишне резкой реакции, поручают взлет? Как ни странно, причина в более ранних попытках устранить ошибки пилотов. Лондон. Хитроу. 1972 год. Пилоты тогдашней компании British European Airways ввели серьезный диспут относительно оплаты. Младшие пилоты планировали забастовку. Многие пилоты постарше резко возражали против этой идеи. Среди них был капитан Стэнли Кей. Ему четыре года до пенсии, и он не хочет раскачивать лодку. В тот день Стэнли серьезно схватился с молодым воинственным пилотом. Стэнли считал, что забастовки являются нарушением обязанностей. Ты должен соблюдать свои обязанности. Несоблюдение чего-то уже есть нарушение. А ты обязан вовлекать в свою работу все возможное. Через несколько часов после спора Стэнли выполнял рутинный перелет в Брюссель. С ним в рейсе 548 второй пилот Джереми Килли и второй помощник Саймон Тайсхерст. Самолет взлетает из Хитроу. Стэнли управляет, как говорится, все еще кипя после спора. Вдруг все становится плохо. Через 2,5 минуты самолет начинает терять скорость. Он проходит над густонаселенным городом Стэнс в пригороде Лондона. Спустя секунды он врезается в землю. Почти сразу же зеваки заполняют окрестности. Попрошу отойти назад к линии полицейских машин. К линии полицейских машин. Все 118 человек на борту погибли. Самая жуткая катастрофа для Британии. Затем на место прибывают члены комиссии по расследованию. Перебирая обломки, они обнаруживают нечто удивительное. Мы вчера нашли полетный самописец. Похоже, что-то случилось с ведущими друп-элеронами на высоте 550 метров. Друп-элероны находятся на крыльях реактивных самолетов. Они обеспечивают дополнительную подъемную силу при низких скоростях. Трайдент, лишь на километровой высоте при скорости 225 узлов, может безопасно убирать эти друп-элероны. Но полетные записи показали, что рейс 548 имел высоту 550 метров и скорость 162 узла, когда они уже были убраны. Это слишком рано. Самолет сразу же теряет скорость. Это первая ошибка. Но она еще не смертельная. Крис Вудс, бывший пилот Райдента и инструктор. Первое, что бывает, это предупреждение. Сотрясается колонка управления. Это говорит, что ты летишь слишком медленно. Подай штурвал вперед, понизив высоту самолета, и ты наберешь скорость. Если пилот по-прежнему медлит, происходит вторая экстренная процедура. Оперативка сама толкнет штурвал вперед и удержит, пока скорость не восстановится. Самолет нырнет, но скорость повысится, и двигатели не будут глохнуть. Однако полетный регистратор говорит, что кто-то действовал вопреки предупреждениям. Что заставило Стэнли, столь опытного пилота, допустить подобную ошибку? Почему никто из команды его не остановил? Было рассмотрено несколько возможностей. А вскрытие показало, что у Стэнли были проблемы с сердцем. Не мог ли недавний яростный спор вызвать сердечный припадок? Еще более поразительный сюрприз преподнес один из обломков самолета. Каракули одного из младших пилотов в кабине. В этих надписях мы читаем, например, Стэнли Кей должен уйти. Куда? В канализацию. Другие варианты? Когда он окочурится, кто станет новым заместителем Бога? Не в этом ли ключ к проблеме? Не привел ли спор по поводу забастовки к тому, что со Стэнли перестали совсем разговаривать младшие члены экипажа? Тогда, согласно правилам иерархии в кабине, бросить вызов капитану было гораздо труднее, чем сейчас. Мы никогда не узнаем правды. Но расследование дало толчок важным изменениям, которые должны были снизить возможность ошибок пилотов. С этого момента именно младшие офицеры ведут самолет, особенно в затрудненных условиях. У старшего офицера, капитана, появляется возможность отслеживать проблемы при необходимости требовать нового курса в действиях. Это вошло в порядок обеспечения безопасности, который впоследствии был принят авиакомпаниями во всем мире. Поэтому 30 лет спустя, когда в Нью-Йорке взлетал рейс 587, ни у кого не возникло сомнений, почему самолетом управляет младший офицер Молин. В начале 2000-х уроки, данные катастрофами в Кегварти и Квинсе, наконец учтены авиаиндустрии. Но индустрия предлагала еще более серьезное нововведение, чтобы избавиться от ошибок пилотов. Автоматизацию. Лидером в этой области стал европейский изготовитель самолетов Airbus. В середине 90-х Airbus запустил новую серию А330. Он стал одним из первых самолетов, где экстенсивно применялась новая цифровая технология. Умный самолет летал почти что сам. Мартин Олдер, пилот аэробуса. Мы имели скорее ручку управления, чем рычаг или колонку, как бы компьютерный джойстик. Это напоминало и компьютерную мышь. Оно получало инструкции от пилотов. Но автопилот получал массу данных от других источников, разбросанных по самолету. Компьютер получает информацию о скорости, высоте, центре тяжести самолета, и они прибавляются или вычитаются из инструкций пилота, чтобы управляющие системы имели на входе именно то, что требовалось для этой работы. Это означало, что управление выполняется так, чтобы добиться максимальной эффективности. Полет теперь гораздо менее зависело от умения пилотов. Мало того, система могла отменять ошибочные решения пилотов. Самолет не давал им сделать то, что могло бы привести его к крушению. Помимо взлета, который не может быть автоматизирован полностью, пилоту остается практически только смотреть на суперсовременные жидкокристаллические дисплеи. Почти все ошибки пилотов исключены. Полеты стали намного безопаснее. Или нет? Авиакатастрофы. Конец третьей части. Рейс Кантас-72 маршрутом из Сингапура в Перд. Самолет только что трижды резко менял курс без малейшего участия пилотов. Сначала взлетел, потом спустился. Многие из трехсот пассажиров очень напуганы. Людей в салоне швыряло то к потолку, то вдруг на пол. Их компьютеры едва не летали. Багаж тоже летал. Многие были поранены. Были даже переломы. Другие получили раны и ссадины. Теперь пилоты всеми силами пытались вернуть управление. Но за те часы, когда ничего не случалось, и они спокойно глядели в экраны, возникло ложное чувство беззаботности. Уходили драгоценные минуты на понимание того, что происходит. когда что-то происходит, это, конечно, пугает. Все мы люди. И мы начали собирать всю наличную информацию, чтобы решить, каким будет надлежащий ответ. Если пилот столкнулся с электронным или компьютерным глюком в автоматизированной кабине, он часто задает вопрос, что делает самолет? Что это? Что делает самолет? Это выражение существенно для меня. Это говорит о наличии несоответствия между самолетом и человеком, летящим в самолете. Это может привести к потере пилотом драгоценного времени. Наконец, пилоты осознали, что хваленая компьютерная система управления сбоит, и отключили ее. Через 40 минут самолет экстренно приземлился в Западной Австралии. Все люди спаслись. Но они спаслись едва-едва. Дальнейшее расследование дало неожиданное, но забавное заключение. Именно система, избавлявшая от ошибок пилотов, вызвала эти проблемы. В самолете есть датчики. Они автоматически отслеживают угол положения самолета. И они подавали неправильные данные в компьютер, управляющий автопилотом. Сначала датчики показали, будто самолет круто снижается. Хотя он летел нормально. Исходя из резкого снижения самолета, автопилот дал приказ на подъем. Компьютер считал, что высота самолета изменяется, чего не было. И он старался это исправить. Затем датчики передумали и велели автопилоту снижаться. Сам компьютер не ошибался. Ошибались датчики. Пилотам не оставалось других вариантов, кроме отключения автопилота. Но как могла настолько ошибаться система, призванная избавить от ошибок пилотов? Этот вопрос постепенно становился навязчивым. Особенно после страшной катастрофы в другой части света. Рио-де-Жанейро. Рейс 447 Air France вылетел по расписанию в Париж. На самолете использовалась новейшая автоматика, призванная избавить от ошибок пилотов. Но 3,5 часа спустя над Атлантикой самолет пропадает с радаров. Родственники, живущие в Париже, в смятении. Через несколько дней часть обломков самолета была найдена в море. Самолет разбился на поверхность воды. Все погибли. Только что мы были высоко над водой, 9 тысяч метров. Теперь захлебываемся. Что случилось? Несмотря на интенсивные поиски в районе крушения, черные ящики найдены не были. Поэтому приходилось только догадываться о том, что случилось. И снова подозрения пали на автоматическую систему управления полетом. перед крушением бортовые компьютеры автоматически послали данные к наземной станции Air France. Оказалось, что передние датчики скорости самолета давали противоречивые показания относительно скорости самолета. Это сразу озадачило пилотов. И по мнению экспертов, пилоты допустили решающую ошибку. Они так погрузились в эту проблему, что перестали следить за тем, что именно делает самолет. Я думаю, это в большей мере связано с тем, что было два часа ночи. А пилоты размышляли над тем, что происходит. Почему эти два датчика лгут? Тем временем самолет начал снижаться. Пилоты просто перестали отслеживать то, что делает самолет. Он был обречен. Хотя поиски остатков самолета продолжаются, мы наверняка не узнаем того, что случилось. И снова, по-видимому, отказали важные компоненты автоматизированной полетной системы. Это отвлекло пилотов, которые забыли об управлении самолетом. Инциденты в Кантес и Эйр-Франс дали пищу новым сомнениям. Не окажется ли так, что системы, предназначенные для того, чтобы избавить от ошибок пилотов, по сути, приводят сами к ошибкам? Когда вы вводите новые механизмы для преодоления известной проблемы, вы вводите и новые проблемы. Единственное, в чем вы можете быть абсолютно уверены, что вы делаете нечто лучшее, чем это могло бы быть. Сегодняшние кабины лучше спроектированы и оснащены для помощи пилотам, чем прежде. Обучение пилотов стало более регулярным и суровым. Ошибки пилотов, несомненно, снизились. Полеты безопасны, как никогда. Но, как это не смешно, попытавшись избавиться от ошибок пилотов, мы привнесли новый ряд совершенно непредвиденных проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...